Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Разберёмся». Это совместный проект Одинцовского телевидения и общественной палаты Одинцовского района. Сегодня в «Разбираться в вопросах» буду я, Мария Шматкова, и члены общественной палаты. Здравствуйте! Здравствуйте! Представим вас Виталий Калинин, консультант-эксперт комиссии по ЖКХ, и Андрей Блачинский, председатель межкомиссионного совета общественной палаты, заместитель генерального директора управления жилищного хозяйства. Здравствуйте! Добрый вечер! Сегодня у нас тема ЖКХ, точнее, работа предприятий жилищно-коммунальной сферы нашего хозяйства. Топительный сезон. Начался Андрей. Прокомментируйте, все ли предприятия были готовы к этому, и все ли было опущено вовремя? Добрый вечер еще раз. Знаете, сложно говорить за всех, но по информации общественной палаты у нас отопительный сезон сорван не был. Все прошло в штатном режиме, были некоторые нюансы, которые в рабочем режиме были решены. Если говорить про компанию, где я занимаю одну из руководящих должностей, то более 400 домов было подготовлено. Тепловые дома пришло вовремя. Особых проблем у нас, слава богу, не было, потому что хороший штат сотрудников. В оперативном режиме мы все проблемы решали. Я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 8495-508-86-84. Андрей, совсем недавно поступила информация о том, что вчера по адресу города Денцова, улица Белорусская, дом 3, дом остался без горячей воды, отопления. Прокомментируйте эту ситуацию. Что же там произошло? Да, действительно, такое ЧП было в ночь с воскресенья на понедельник, получается, да, у нас 7 число, не не 7, но вчера. 30-е. 30-е, да. 31-го на 1-е ноября. Да, были вскрыты замки в подвал, где находится индивидуальный тепловой пункт. Было демонтировано оборудование. Вот, и, к сожалению, деталь, которая была демонтирована, это регулятор перепада давления, она, ну, скажем так, послужила тому, что дом остался без отопления и горячей воды. Но в оперативном порядке были вызваны наши аварийные службы, и буквально в течение 5-6 часов в дом было дано и отопление, и горячая вода. Как-то уже найдены зломышленники? Ну, мы написали заявление, правоохранительные органы разбираются, я думаю, что этих, ну, не знаю, не побоюсь этого слова, подонков найдут, потому что оставить дом без отопления, грубо говоря, в зиму, где живут. Ну, минус 6 уже на улице, в общем, серьезные проблемы. Да, и маленькие дети, и пенсионеры, это, конечно, бесчеловечно, и я думаю, что их найдут, и по заслугам им воздастся. Ну, мне бы хотелось, чтобы Виталий Римисович тоже подключился к нашей беседе. Есть проблемная точка, которой вы активно занимаетесь и занимались. Это отключение домофонов в городе Одинцово, цифралсервис. Что это за ситуация такая сложилась в нашем городе, Виталий Римисович? Ну, это тема раньше не вызывала вопросов, это тема домофоны, поскольку, видимо, не было никаких проблем с ней связанных. Сейчас мы стали получать обращения от жителей о том, что у них перестал работать домофон. То есть они, приходя домой, набирают свою квартиру и при этом не могут связаться, нет связи. Они обращаются по телефону, который указан на подъездах, компания, которая называется обслуживающей компанией, этот дом, цифралсервис, и там им объясняют, что якобы у них произошла поломка, и если они оплатят квитанции, то поломка будет быстро встроена. Давайте сейчас буквально прервемся на минутку, у нас есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это беспокоит вас, значит, совет дома по маршалу Жукова, дом 29. Мы хотим выразить благодарность Андрею Александровичу Блащинскому и Юрию Николаевичу Сусалеву. Благодарность в указании помощи в ремонту кровли и кровли козырьков в жилому дому. Спасибо огромное. Спасибо. Приятно, приятно начинать эфир вот с таких звонков. Вы знаете, очень неожиданно, как-то мы привыкли, что сфера ЖКХ, она всегда такая напряженная. Спасибо, вам спасибо. Надеемся, что эфир дальше будет таким же приятным, наполненным приятными, добрыми сюрпризами. Продолжайте, Виталий Рементьевич. Давайте разберемся в этом вопросе. На самом деле, разбираясь в этом вопросе, общественники выяснили, что компания «Цифралсервис» в данный момент работает самостоятельно, распространяя по ящикам жителей собственные квитанции, которые жители могут как оплачивать, так и не оплачивать. Но, видимо, процент оплаты по этим квитанциям невысокий. И чтобы людей, ну как сказать, в кавычках, стимулировать, оплачивать услуги, им отключили домофоб. А что было дальше, узнаем ровно через минуту. У нас есть звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Сидорф Юрий Константинович. Добрый вечер, Юрий Константинович. Ваш вопрос? Вечер. Освободники речных зон и участка и начальник ЖУ «Речка» Небольшую благодарность хочу привлечь за то, что они сделали, ну, жильцам дома номер 4 по авиазио Пашу Лагеризова, дом 3. Там был отремонтирован стояк. И долгое время мы ждали, когда его сделают. все-таки сделать этому огромное спасибо работникам и чальству спасибо спасибо и у меня еще одна просьба есть да конечно если есть возможность то нельзя увеличить количество служащего персонала по жекам все потому что все-таки не хватает людей я вот сам я напредставил сферу этой деятельности могу сказать желательно 10 количество обслуживающих персонала у меня все спасибо 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 прокомментируйте может быть действительно даже первый раз наверное за все время моего участия в эфире вот такие прям идут благодарности одна за одной да действительно тоже у 1 2 3 гречка игорь ярославович им руководит но эта заслуга и не моя и не только там вы передадите благодарность это заслуга всего предприятия всего коллектива что касается по сотрудникам то мы на сегодняшний день но у нас поменялось руководство в июле месяце компании и политика сегодняшнего руководства нацелена на увеличение штата штат достаточно уже расширены конечно с учета мнений наших жителей мы будем двигаться все таки это объективно да что не хватает сотрудников то есть ну испытывайте вы знаете сфера жкх она настолько многогранна что сказать вот сколько нужно 1000 нужно или или две или 500 это очень сложно это работа и сезонная и здесь сложно мы будем будем учитывать то что говорят нам жители и стремится конечно выполнять все поручения мне хотелось мы все-таки чтобы мы завершили ответ по вопросу да как же как же быть тем кто получил в свои почтовые ящики вот такие квитанции с требованием оплатить компании цифрол сервис за домофон получается так что люди в свое время за свои деньги устанавливали эти системы своих квартир то есть фактически они являются собственниками этих систем и они должны сами определять обслуживающую организацию во первых надо им или не надо кому-то платить за это и должны решать какую организацию они выберут поэтому когда уже какая-то им фирма например цифрол сервис отключает она ставит их уже в такие условия как заставляет их именно с ней как бы сотрудничать но такой метод насильно не всегда людям нравится то есть так что же им делать все таки оплачивать и домофон будет работать не оплачивать идти заключать с другой компании договор что делать людям я думаю что если они недовольны качеством услуг а жалобы поступают то им оплачивать не нужно нужно выбирать такую компанию то есть собираться всем вместе собирать решение на общем собрании которая будет оказывать услуги соответствующие их запросам спасибо у нас есть звонок здравствуйте представьтесь пожалуйста добрый вечер у меня татьяна дмитрина мирона мы живем на мажейском шоссе но совсем на 90 годов нет горячей воды я обращалась вот и однократно они приходили делали один-два дня там пропускали туда сюда эту воду и опять она исчезала можно уточнить адрес еще раз управляющих к шоссе 97 дом 97 мажейское шоссе дом 97 продолжайте вот и здесь тысячи шестнадцатом году в декабре в январе у нас значит рванул полотенцесушитель на новогодние праздники и когда им подали заявку они меняли нам полотенцесушитель я говорю у нас нет горячей воды этот спецарь говорит первый раз слышу я вообще была в шоке последний раз они были в десятом году просто противно уже вызывать разговаривает вообще просто не знаете вот не хочется лучше лишний раз к ним туда обращаться и звонить я правильно понимаю что уже на протяжении 20 лет вы звоните говорить о том что у вас нет горячей воды воды вот хамят грубят и поэтому не хочется к ним обращаться просто а кому вы обращаетесь непосредственно это управляющая компания кто знаете фамилии имена называйте ну в дом управления вот я обращалась ходила вот она людмила павловна я не знаю фамилия она слесарями видно заведовать там я не знаю то есть вы вы обращались по моему а у вас управляющая компания какая номер четыре а название управляющей компании нет дело в том что насколько я знаю да не совсем мой профиль какие именно дома но насколько я знаю у нас четные числа по мажайскому шоссе наши я думаю что вы записали в любом случае информация по жкх рассмотрит разберется с вами свяжутся оставьте пожалуйста ваш телефон чтобы мы могли с вами связаться вы название управляющей компании своей знаете наверное уже не знаю но это не а уже х это не наш дом но в любом случае ваш не ваш дом конечно на себя ответственность по правилам программа совершенно верно в этом вопросе является прямой эфир телепередачи разберемся это своеобразный рупор то есть любое обращение жителей здесь практически вложиться сразу же в протокол и так с домофоном мы разобрались как же дальше андрей александрович какие работы на сегодняшний день проводятся многоквартирных домах непосредственно вашей компании работы проводятся постоянно работы проводятся очень многие такие как и ремонты подъездов и ремонты входных крупных до морозов герметизация швов вот я сделал маленькую выборку мы на 1 ноября нашей компании вот кровель было сделано более 5000 квадратных метров герметизация швов более 10 тысяч погонных все-таки основная работа была уже до непосредственно холодных да конечно конечно порядка семи миллионов рублей мы потратили до сих пор продолжаем вкладывать деньги в ремонт и подъездов но в том числе здесь ложатся заявки и из тех кто обращается в общественную палату оденцовского района правильно понимаю эти тоже вопросы но рассматриваются непосредственно вами вы знаете да в очередности тоже я уже понял что где бы я не работал общественная палата это моя ответственность если может так сказать это мой крест который я несу с удовольствием дай бог чтобы еще и продуктивно ну это оценят жители а вот мы сейчас послушаем продуктивно или нет у нас есть звонок здравствуйте представьтесь пожалуйста задавайте ваш вопрос здравствуйте меня зовут татьяна борисовна здравствуйте проживаю бирюзовый 4 второй подъезд в пятнадцатом году нам обещали сделать ремонт управляющей компании не сделали шестнадцатом году опять же обещали уже средства администрации города весь год нам обещали что будет сделан ремонт сегодня мы узнали что эти средства перечислены на другие нужды на замену труб и ремонт там делать не будут конкретно какие работы вы бы хотели увидеть чтобы они были проведены в вашем подъезде ремонт подъезда на подъезде не было 40 лет ремонта то есть косметический ремонт подъезда спасибо спасибо за звонок вопрос понятен действительно бирюзова дом 4 запланирован по выделенным субсидиям из городского бюджета администрации гп одинцова ремонт хвс то есть холодное водоснабжение ну понимаете делать ремонт косметический ремонт в подъезде где скажем так в аварийном состоянии находится инженер не было ремонта 40 лет ну я понимаю 40 лет назад нас там не было у нас не одни новостройки в городе и в одинцовском районе конечно же у нас масса жилого фонда и вы знаете система жкх по всей россии к сожалению находится очень сложным положением я стараюсь защитить здесь телезрителей я не нападаю ни в коем случае одинцовский район здесь к сожалению не исключение но мы стараемся мы стараемся и все зависит от денег конечно по мере возможности мы делаем ремонт и даже по мере невозможности честно вот эта информация что а деньги которые планировалось потратить на косметический ремонт подъезда они были перенаправлены по другой статье да на ремонт на замену труб вот это имеет место быть или это все-таки какая-то информация между жильцами нет почему вполне возможно что так и было но я уже говорил что у нас поменялось руководство в июле месяце и те планы которые мы делали в начале года пришел новый руководитель ему нужно разобраться что первоочередное что нет поэтому ну возможно и так но этот дом не снятся счетов я говорю мы будем делать систему холодного водоснабжения там и однозначно ремонт будет там сделан ну виталий римцевич ситуация с ремонтом подъездов в общем то это ваша острая тема проблема больше всего вопросов именно в этой сфере да очень много обращаются причем даже члены общественной палаты и консультанты эксперты потому что действительно ситуация как правильно телезрители сказали 40 лет во многих подъездах не было ремонта и теперь получается что все те кто сейчас управлять домом должны как бы нести вот эту ответственность отвечать за все компании управляющие за 40 лет что жители это право 40 лет платили где наши почтовые ящики где наш ремонт а тем более вы приходите сработали подъезд это лицо дома вы заходите входную дверь вы не видите что в подвале поменяли задвижку но вы видите допустим покрасили вас на лестнице не покрасили и каждый раз это бросается в глаза но и служит каким-то раздражителем так скажем что вот опять и почему и все такое тем более что на это накладывается то что еще немного вандализма что скрывать что эти результаты ремонта часто бывают испорчены и поэтому конечно мы напрямую обращаемся в управляющей компанией больше всего вопросов по ремонту а у жх потому что очень большой жилой фонд во первых и фонд большей части там где мне 40 лет не было ремонта у нас есть звонок узнаем с чем звонит нам наш телезритель здравствуйте представьтесь пожалуйста здравствуйте добрый вечер наталья владимировна мажайское шоссе дом 38 частности шестой шестой подъезд в нашем доме начали ремонт июне еще раз очень плотно слышно его не закончили ремонта раз мыли стены на этом все остановилось андрей александрович вы прямо не успел телезрительница договорить вы сказали знаю проблему делитесь ну вы знаете сейчас вот я спасибо за звонок первые два звонка были позитивные а потом пошли реалии как в чистильщи вот весы хорошо и плохо действительно есть проблема и честно скажу что я выступал и давал интервью подмосковному телевидению я давал обещание что в середине августа ремонт подъездов будет завершён по этому адресу но еще раз говорю что прошу отнестись с пониманием у нас пришел новый руководитель и он разбирался сейчас разобрался буквально сегодня у меня был разговор с подрядчиком который начинал там работы которые в определенный момент были приостановлены и в ближайшее время я думаю что на следующей неделе будет заключен договор с этим подрядчиком работы там будут возобновлены и эту проблему но это как личная что ли уже проблема потому что и жители приходят на приемы я говорю что я давал такие обязательства конечно нужно их исполнять какие сроки какие сроки сроки мария не руководитель любом случае этот вопрос я думаю что до конца года однозначно этот вопрос должен решиться я очень надеюсь что он решится до конца ноября я очень буду просить сегодняшнего руководителя я думаю что он тоже смотрит этот эфир чтобы наша компания в негативном ключе как можно меньше звучало я думаю что сейчас мы порадовали этим ответом и дали надежды я постараюсь прошу свои извинения всем жителям этого подъезда что мы вот пообещали но не сделали продолжаем виталий ремесович вот мы как видим что сразу пошла реакция и действительно по разным причинам какие-то дома сроки были перенесены а в каких-то домах ремонт даже был приостановлен поэтому в этом случае мы конечно выходим сразу на управляющую компанию и уже непосредственно если жителям бывает там допустим некогда или тяжело или нет возможности у нас более короткая дорога так скажем лежит управляющая компания где нас знают опять же адресанчика да прямо к нему на электронную почту я пересылаю честно говоря некоторые заявки быстро даже или на личные встречи все происходит молниеносно да как и звонят наши телезрители нашу студию здравствуйте представьтесь пожалуйста добрый вечер добрый меня зовут галина викторовна я живу по северной 54 5 подъезд вас слушание и ремонтировался 49 лет в этом году я была на приеме снова спортивная 10 меня там лятвина заверили что в октябре у нас начнется ремонт звоню в октябре мне сообщают руководство поменялось на повышение пошло новое пришло реорганизации занимается ради обещания мы не знаем и подъем и ремонт у вас и будет но может быть мы вас включим на следующий год и когда это и вот это все продолжается пять лет два года я добивался там крылечко починили вы знаете в этом году починили даже поруки покрасили большое вам спасибо все таки главное главное закончить вопрос на позитивной ноте спасибо вам спасибо я думаю сейчас андрей александрович прокомментирует ситуацию но опять же да вот пять лет выбивали выбивали руководство сменилось недавно я не знаю кто мог мог сказать что ремонта у вас не будет но я думаю вы свяжетесь с телезрительницей свяжемся однозначно у нас принято решение опять же руководителям нашего предприятия о том что вторник четверг мы проводим с 9 до 18 прием граждан если раньше у нас было с 3 до 5 там главный инженер вел когда-то когда-то явил сейчас вторник четверг приходите с 9 до 18 у нас и руководитель выезжает вот на белорусскую он выезжает как правило сам вот сейчас я ехал на эфир он поехал барвих у нас там жилой фонд то есть мы пытаемся идти навстречу жителям но поймите мы не можем сделать все одномоментно как сказал виталий римосович у нас действительно у нас не новый жилой фонд там где не было 40 49 лет ремонтов и сделать все за год два или даже три конечно же мы не можем мы обещаем стараемся и все обращения будут приняты и максимально отработаны по мере наших возможностей у нас есть еще одна у нас есть звонок а потом мы продолжим здравствуйте представьтесь пожалуйста здравствуйте меня зовут руслан я являюсь по подъездам в городе 1 по улице маршал бирюзова 2 а также файл инициативную группу по нашему дому хотел бы выразить свои положительные отзывы об управляющих компаниях которые сотрудничают около года много что было сделано по нашему дому что не было предусмотрено застройщикам много различных было у нас здесь недочетов которые исправляют управляющие компании делают больше чем от них ждут люди скажем так сейчас новый генеральный директор александр александрович который сам персонально участвует во всех решениях вопросов принимает непосредственно активное участие интересуется у жильцов общается жильцами на равных и это не может нас не радовать также хотел бы отметить гречко и карьера славич который также принимает активное участие в обустройстве нашего дома спасибо за звонок спасибо за благодарность мне кажется гречко после прямого эфира заслуживает премии его фамилия гречка у нас есть гречка суслов у нас целый цккпсс вот что касается русланом очень хорошо знакомые всякое было руслан знает и ругались вот и и договаривались но тем не менее раз человек звонит и выражать свою благодарность не все сделано у них по дому конечно бирюзова 2 очень большой дом и действительно туда были внесены достаточно большие средства намного выше чем средства которые мы собирали вот но мы движемся в направлении такие звонки подтверждают что мы идем в направлении к жителям спасибо главное давать людям надежду что в скором будущем все изменится мария самое главное эту надежду оправдывать и оправдывать конечно просто давать ее может каждая вот поддержать ее реальными делами это дорогого стоит но судя по тому какие звонки на сегодня поступают в студии тут 50 на 50 есть смущен даже но это приятно безусловно виталий ремесович совсем недавно состоялось участие комиссии по жкх общественной палаты вместе с главой района андреем робертовичем ивановым и застройщиками и жителями улиц садовая 24 северная 36 ваши дома очень много проблем очень много вопросов а у жуха придя на встречу я был очень удивлен и не только я сотрудник администрации количеством жителей которые пришли и не смогли попасть по техническим причинам актовые залы пригласили наверх и аудитория не могла их вместить и потом результате дополнительной стулья принесли жителей было очень много человек 30 35 что является очень большим показателем потому что объявления были развешаны буквально накануне это говорит о том что действительно много вопросов которых волнует много вопросов и и все они практически адресованы застройщику точнее не не очень хорошим не очень хорошим застройщику который оставил этих обязательств недостатки но положительный эффект тут тройной как во-первых администрация района уделяет этому внимание проводить такие встречи это первое второе то что жители активные очень они участвуют этом все мы как бы эту ситуацию как бы двигают и третье то что застройщик хотя он конечно очень сделал много недостатков но он еще не убежал и приходит на встречу тоже и в силу своих как бы каких-то возможностей тоже но он хочет работать и как говорится исправиться поэтому приходит на встречу и всеми этими общими усилиями этот паровоз двигается не так быстро как хотелось бы но в целом по встрече было видно что какие то вопросы ему удалось решить а какие то еще не должны решить до конца года что является показателем потому что мы будем тогда встречаться в декабре и смотреть насколько они обещают насколько они будут свои обещания большой объем работ все таки будет завершен да в частности на север 36 у нас есть звонок давайте дадим возможность нашему телезрителю вы говорите здравствуйте представьтесь пожалуйста здравствуйте меня зовут будяева елема я жительница дома номер два по улице маршал бирюзова 4 подъезд у меня такой вопрос к вам а вот вы говорили что у нас как бы новое руководство да и сменилось и нужно ответственно не как бы относиться к вы это и даже немножко со страданием то из-за того что ну как пришли у нас такой вопрос долго не могли сделать капремонт очень долго ходила уже чтобы сделали все таки потому что платим по квитанции в итоге вы как сделали его тоже самое также где-то в районе полтора месяца был перерыв все это у нас в подъезде все это у нас в общем то было сейчас как бы доделали этот ремонт но в подъезде на первом этаже между квартирами огромные провода они просто свисают то есть ребенок когда со школы приходит может рукой как бы задеть вот и как бы думали что может быть как-то что-то буду делать в итоге прошло уже как минимум два месяца ничего не сделано вопрос такой вот как бы это ну-ка не знаю в ходе входило это в обязанности не ходила не думаю что оставлять провода вряд ли входило в обязанности тех кто делал ремонт ну давайте сразу разберемся значит во первых сострадания мы никакого не просим а просим понимание тарас во вторых если вы говорите о капитальном ремонте то мы капитальному ремонту никакого отношения не имеем и его не делаем этим занимается фонд капитального ремонта москва правительства московской области деньги поступают туда деньги выделяются оттуда если эти работы были проведены в рамках текущего ремонта ну как мы уже говорили ваше обращение принято буквально завтра максимум понедельник вторник вопрос этот мы посмотрим если зона ответственности наша конечно мы же мы это устраним в любом случае если даже зона ответственности не ваша то вы конечно же найдете виновных ну вы знаете но в любом случае провода не должны висеть и составлять опасность для жителей в первую очередь в постоянном контакте находимся и с отделом по работе с управляющими компаниями администрации гп одинцово туда поступает обращение вот с юрий николаевичем сусалёвым начальник управления жкх благоустройства гожил инспекции и так далее поэтому в любом случае все проблемы стекаются к нам и мы в курсе этих проблем разберемся виталий ремисович у нас осталось буквально минута вот все таки чтобы вам хотелось увидеть за то пара месяцев и год у нас завершится чтобы вам хотелось увидеть от предприятия жкх в их работе может быть чтобы меньше стало обращение но хотелось бы увидеть что во первых контакт с жителями был более тесным потому что как правильно тут было сказано что управляющая компания принимала в какие-то два часа люди не всегда могут попасть дозвониться очень тяжело то есть комиссия пашиха я знаю сотовый телефон руководителей главного инженера могу позвонить жители не знают этих телефонов они бьются не знаю могут получить ответ главное получать ответ на свои вопросы чтобы эти ответы были правдивы пусть я скажу что ремонт будет там в марте но чтобы в марте ремонт был то есть когда уже жителям обещают что управляющей компании хотелось бы сдерживать свои обещания это самое главное потому что тогда не будет негативных уже как говорится отзывов по результатам этих работ андрей лисантов я думаю вам есть что сказать жителям ну жителям я хочу сказать в первую очередь спасибо за ваше терпение конечно вот но в любом случае хочу сказать что мы предприятие акционером которого является одинцовский район мы свои мы вас никогда не бросим единственное чего нам пока немножечко не хватает но мы на пути и мы достаточно быстро движемся в этом направлении это вот прямое взаимодействие прямой диалог жителями и взаимопонимание не все мы можем не все мы можем так быстро как вам хотелось бы поэтому ну спасибо за терпение что еще могу сказать как сотрудника жкх я думаю что вы хотите не меньше разобраться во всех вопросах проблемных моментах устранить их чтобы наши жители были счастливым им было комфортно жить в своих домах вы смотрели программу разберемся всего доброго вам и до свидания оставайтесь на канале о тв